Всем привет, дорогие друзья, с вами я Фай, 9 августа, и у нас входит долгожданный патч 7.34. Несмотря на то, что визуально никакого патча как будто бы и нет, но у нас всё-таки появилась плашка, а вместе с ним и новость. Начнём с новости, потому что я, опять же, недоволен, Валпи, что из-за этой утечки дневной эмодзи они решили выпустить патч сейчас, а не в четверг. Далее опять смешной текст, то что сегодня, сейчас же и тому подобное. Но на самом деле это уже действительно кажется забавным, и почему бы и нет, вроде как Валвы действительно как более живая компания, не знаю, ощущается. Далее пишут, если вы упустили эмодзию утечку, то можете ознакомиться со списком изменений. Корректный, соответственно, патч ноут. Далее изменение капитана мода. И вот самое важное лично для меня. В июне мы говорили, что в честь 10-й годовщины официального выхода Dota 2 планируем кое-что праздничное. Хорошая новость, это кое-что почти готово. Плохая новость, оно будет готово не сегодня. Но не откладывайте праздничные колпаки и попридержите виллы. Кое-что выйдет скоро, то есть очень скоро, то есть, ну, скоро. Да, у нас опять нету никакого праздника. Уже прошел месяц, ровно с момента юбилея Dota. Овалы так ничего не выкатили. Когда будет это скоро? Если честно, абсолютно не знаю, даже не предполагаю. Ну, возможно, неделя-две. Хотя, может, опять на месяц затянуть, ну, скорее всего, раньше. И далее небольшой перечень изменений, которые, как бы, не входят в патч, но при этом тоже фиксы, по типу того, что AirSpirit у нас мог копиями крашить сервак, я думаю, некоторые об этом знают. Ну и тому подобное. Опять же, читать это все смысла не вижу. Что касается патча, ну, не такой уж он и невероятный. В принципе, больше, чем какой-то дефолтный буквенный, но на цельный, как будто бы, особо и не тянет. У нас идет первая новость, это о режиме Капитан Мод, а именно об изменениях банов и пиков и тому подобное. Тоже, опять же, с этим ознакомливаться, ну, вы можете сами читать это все, как будто бы, глупо. Далее, вроде как новая функция, ну, на самом деле есть новая, а именно альтернативное применение способностей. Изменен интерфейс, туда-сюда. Чтобы кратко объяснить, это у нас по типу тех спаллов, которые могли с получением некоторых улучшений, хоть это таланты или еще чего, как-то начать подруинивать. Сейчас же валы сделали так, что мы их либо используем, либо нет. Давайте покажу наглядно. Например, Darkseer, если мы, соответственно, прожмем с этим альтернативным применением, то у нас эффект от шарда работать не будет. То есть, давайте я его включу, прожму. И, как мы видим, никакого следа не остается. Соответственно, почему у меня МК везде ходит? Если бы он не спал, надо убрать. А если же мы сейчас прожмем его просто, то мы видим, что эта шарда остается. Соответственно, мы с этим завезли новые иконки. Давайте их тоже с вами посмотрим. Так вот выглядит у Darkseer. У белки-орех выглядит следующим образом. К слову, я только что это багнул. Два у Рудума. Первый спелл у Элдера. И первый спелл у МК. Также Morph. А у Morph Up получается эгонимный. Морф. Следующая иконка. У Мирана Лип. У Розора второй спелл. Соответственно, под шмотки это ничего не адаптировано. У Мипаря Пуф. Ну и последние два героя. Это трапы у Темпларки. Точнее, ее активация. И первый спелл у Свена. Кстати, иконка крутая. Ну и давайте мельком теперь приближимся по изменениям, которые у нас, соответственно, общие. По предметам героям и тому подобное. Также есть еще парочка общих. Именно добавлена новая характеристика сопротивления с замедлением. В процентном соотношении уменьшает силу, с которой замедление действует на героя. Сопротивление эффектом больше не влияет на силу замедления. Раньше оно уменьшало как длительность, так и силу. Примерно половину существующих в игре замедлений. Но теперь влияет только на длительность. То есть за это теперь будет отвечать как раз-таки новая характеристика. Теперь сканирование территории имеет два заряда. Убийство Рошана больше не дает контроля над всеми смотрителями на карте. Я бы сказал это правильно, потому что как-то дисбалансно, что все смотрители инстриггерятся на ту команду, которая убила Рошана. Перемещены смотрители в основных лесах света и тьмы. Перемещены смотрители в треугольниках. Ванпосты, находившиеся в основных лесах, перемещены в треугольник. В общем-то тот слив мапы из новости про течиса оказался верным. Бонус к восстановлению здоровья около шахты увеличен на целых 3 единицы. В лес будет приятнее там фармить. И в интерфейс добавлена поддержка самостоятельного восстановления зарядов у предметов. Например, у Мидаса или Локет. Предполагаю, что теперь это просто выглядит вот так вот. То есть именно с кружочком, который показывает насколько зарядилось. Теперь да, у Мидаса два заряда, но об этом чуть позже. Теперь по предметам. Граната у нас стоимость уменьшена на 15. Теперь в инвентаре может быть максимум 2 штуки. Также в магазине начальный запас теперь тоже 2 штуки. И пополняется она теперь каждые 180 секунд вместо 120. Рефершер дает теперь бонус к урону, восстановление маны и 12 восстановление здоровья. Это рефершершер шарт, извиняюсь. У смока увеличили длительность, это приятно. Еще более полезный предмет стал. И вот это предполагает работать следующим образом, что если я создам героя, куда-нибудь его отведу, куплю смок, нажму его и подойду к МК. Да, то МК тоже в смоке. Очень круто, теперь не будет фейлов, когда ты кого-то не зацепил смоком и тому подобное. Очень крутое изменение. Но если при этом МК раскроют, и я снова к нему подойду, то работать это не будет уже. Я подошел и основным, но в любом случае работать это не будет. Танго от спротов больше не действует. Теперь аркинт блинг стал полезнее чуть-чуть. Максимально был бесполезный блинг. Применение восстанавливает 200 здоровья из туманы, но все равно мега бесполезен. Стоимость кристаллиса и дейдалуса, соответственно, уменьшили на 50. Бонус к урону УБФ увеличили. У Армлета теперь также дает 35 сопротивлению, замедлению. Ну, новая характеристика. Стоимость рецепта у Сильвера также увеличили на 50. А при этом общая стоимость осталась, значит, что-то понизили. А, ну кристаллис, да, понизил, логично. Дизольсал намного круче, плюс 10 урона. Диффуз накладывает на крипов не оцепенение, а замедление. Ну, тоже вроде логично. А у Дисперсера срабатывает на всех существ в радиусе 350. Это 50 вокруг цели, тоже очень круто. И также теперь вместо оцепенения дает замедление. Вот Мидас. Может иметь до двух зарядов, при покупке имеет один заряд, время вставления заряда в 100 секунд. То есть, чтобы, если вы там где-то умерли и тому подобное, у вас заряд копился второй. Я бы сказал, что это уже немного казуально, нежели удобно. Но, возможно, пойдет. Тоже, возможно, хорошее изменение. У линки крутое изменение. Теперь нельзя на одном герое настакать несколько эффектов линк. Это полезно. Молния теперь наносит иллюзия дополнительные 150% урона. В МКБ стоимость уменьшили итоговую на 75. Нулифайр теперь не работает под БКБ. Блинк наносил и урон применения уменьшен. И теперь урон в размере 100% сил носится постепенно. За время действия отрицательного эффекта понерфили немного этот блинк. Радианс тоже стал полезнее против иллюзионистов. То есть немного у нас заметки сейчас подвыдут, что ПЛ, что Нага. Брошка больше не увеличивает скорость атаки. Теперь уменьшает сопротивление магии атакуемых противников на 20%. Эффект действует 3 секунды и накладывается до нанесения урона. Теперь наносит невосприимчивым к эффектам существам урон, который уменьшает со сопротивлением магии. То есть, в общем-то, сквозь БКБ теперь работает иначе. Я, если честно, очень редко встречал этот предмет, не могу сказать, как было раньше. Глэпнир стал не такой сильный на универсалов, потому что больше не дает бонус к силе и ловкости. Ибо сейчас тут просто Виталити Бустер вместо двух коронок. Ну и также урон по иллюзиям увеличили. Вообще, на очень много предметов, на ту же шиву урон по иллюзиям увеличили до 150. Ну, точнее, сделали, что он наносит его повышенный. Бонус к урону увеличен от башера, также и отобисало. В Дискорде переносит урон 200 всем барьерам. Не знаю, что сказать про это изменение. А у Весла у нас собирается он также из урны, двух корон и рецепта. То есть теперь сюда перекочевал, грубо говоря, рецепт Атоса. Ну и больше бонус не дает бонус здоровья, но при этом дает силу. Так что все у нас здоровье будет увеличиваться. Нейтральные предметы. Давайте я просто проскипаю. Если вам какой-то предмет интересен, можете поставить на паузу, почитать. Потому что это очень много и очень долго. Тем более, большинство и так разбирали, когда была тема про эмодзи. Ну и с героями поступим точно так же. Буду сходить, где много каких-то изменений, чтобы подчекать. Вот. А если какой-то ваш герой, можете запаузить. Потому что я не хочу, чтобы видос был, опять же, 2 часа каких-то. Вот у антимага, например, изменено улучшение от огнем шарда. Прошлый эффект удален. Появилась новая способность. Помимо этого, теперь сам контр-спелл создаёт иллюзию... А, это то, что было удалено, понял. Теперь новая способность создаёт вокруг выбранного сузника в радиусе 600. Щит от способности контр-спелл, который также призывает иллюзию при отражении вражеской способности. Расход мона 45. Перезарядка 3 секунды. Если новый спелл, значит будем чекать, как это выглядит. Биндов у меня тут нету. Сделаем просто так вот. Визуальный эффект никак не отличается. При этом иконка красивая. Изменили у нас таланты. На 10 уровне минус секунды перезарядка блинка. Заменено на радиус мановойда. Радиус мановойда на 15-ом заменен на секунду блинка. То есть просто зашафлили два таланта на двух уровнях. На 20 уровне бонус к урону за единицу маны увеличен на 0.15. И бонус к дальности применения блинка уменьшен на 50. У арка версия копии больше не добавляет к атаке магический урон. Окей, очень хороший нерф арка. Потому что герой был, как по мне, немного даже сломанный. Теперь версия копии дает базовому урону от атак. Но это намного лучше, да. Это действительно намного лучше. Арк станет послабее. Теперь применяется на точку в радиусе места, где и появляется копия героя. Вот это интересное изменение. Можно даже придумать какие-то стратегии, куда лучше создать эту копию самую. Талант на 10 уровне бонус здоровья увеличен с 200 до 250. Талант на 15 уровне плюс 3 скорости атаки и магическому урону. Заменено на плюс 25 скорости атаки и урону от магнитик филда. И талант на 20 уровне уменьшения презрайтов от магнитик филд. Особенно с 9 до 8 секунд. У Бэйна принца полностью проходит сквозь невосприимчивость к эффектам. Но урон стал чистым. Хотя он, наверное, и был чистым. Просто теперь полностью проходит через БКБ, грубо говоря. Теперь сон не перерывается никаким уроном от владельца этой способности. Честно говоря, я думал, что до этого так же работало. Но, видимо, нет. Дает владельцу способности 15, 25, 35, 45. Скорость атаки по спящим существам. Окей, это приятный баф. Бэйн, возможно, станет очень хорошим саппортом, что сильнее, чем был. Брейнс Грипп теперь снимает эффект способности Найтмэр жертвы. Но это вполне логично. Талант 10 уровне уменьшения презрядки Брейнсапа усилена. На 1 секунду Итлан 25 уровня. Бонус включения слэш-урона от провозплава увеличен на 50 единиц. Значительные изменения у нас пишутся в Бесмастера. Значит, тоже давайте на них посмотрим. Герой призывает ястреба, который гружит над ним и каждые 4 секунды кидает на случайного врага в радиусе 500, в первую очередь, на героев. А что кидает? А, он сам кидается. Нанося ему урон 60, 90, 20, 150 и накладывает оцепнение на 1 секунду. Ястребом нельзя управлять и он умирает при смерти владельца. Интервал атаки ястреба уменьшается с ростом скорости его атаки. Время действия 25 секунд. Перезарядка 45, 40, 35, 30. Нет, но если сделать что-то такое, то вполне забавно выходит. При этом ястреба можно по-режнему убить и опыт за убийство ястреба был уменьшен. Гнимшард больше не дает способность. Соответственно, теперь она просто как бы сам ястреб такой стал. А гнимшард теперь увеличивает число призываемых ястребов на 1. Ну вот как раз таки, что я и показывал. Купить рефрешер. Это действительно будет забавно. Четыре ястреба, которые летают и просто атакуют. Мне кажется, с этим можно что-нибудь прикольное придумать. Новая способность баунти хантера. Это гнимшард, а старая была удалена. Применяет шаду волк и все ее бонусы на выгонного сузника. Задержка перед невидимостью 1 секунда. Применение этой способности не снимает невидимость владельца и не вырывает действию цели. Грубо говоря, тот же самый шард. Просто, как я полагаю, это сделано все для того, чтобы появлением шарда ты не терялся и не кликал где-нибудь там в файте на себя ешку. Она не работает, потому что тебе нужно альт е протыкивать. То теперь это в формате отдельной способности. Как я предполагаю, для этого это было сделано. У брислбек удалено улучшение от агним скипетра. Это, кстати, вроде бы я плюс-минус преддиктил. Теперь агним шард также увеличивает максимальное число эффектов на трим. А теперь новое улучшение от агнима не переведено еще. Окей, грубо говоря, работает это следующим образом. Не знаю, насколько это полезно. Как будто бы довольно-таки медленно не летят. Эффекты от агним шарда теперь накладывает 2 эффекта. Первого спала и только один эффект второго спала. Теперь на врагов тумане войны срабатывают эффекты от того и от того. На снаряды от первого спала больше не влияет отражение заклинаний. Которые, видимо, летят от этого спала. Расход маны уменьшен. И презрядка уменьшена. Талант 10 уровня бонус к урону увеличен на 5. Талант 20 уровня бонус к дополнительному урону увеличен на 5. И бонус к восстановлению нездоровья увеличен на 5. У кентавра тоже значительные изменения. У кентавра действительно вроде как интересные изменения. Давайте сначала я хочу почекать новый спелл. Он сначала получает бонус от, соответственно, стампиды. А потом просто тянет лежку, как раньше. А вот первый спелл, он теперь, можно, видимо, его прожимать во время ходьбы. Он не имеет задержку. При этом его можно отменить. И на кд он не отправится. Но атаковать во время этого нельзя. При этом можно отменять другими спеллами. Окей. Интересно. Так, у кого у нас еще есть какие-то интересные изменения? Клинзая в очередной раз реворка. Вот теперь аганим скипетра также увеличивает число атак для убийства скелетов на 1. Перезарядка увеличена с 18 до 24 до 21 до 18. Интервал появления скелетов уменьшен. Расстояние между скелетами уменьшено. Дальность применения уменьшена на 600. И также перешафлили талант. Но опять же, вот такие изменения мы все с вами разбирали на стриме. Да, я думаю, все их уже и так почитали. У цемки новая способность, которая дает аганим шард. То есть, применив ее, мы откатываемся назад. А через какое-то время наши копии взрываются и станет... Ну, накидывает фрозбайт. И первый спелл вместе взят. Ну, старший шард, конечно, был прикольней. Ну, а теперь старший шард засунут нас в аганим. Интересно. Теперь способность можно применять на союзников в радиусе 900. В том числе, на себя. При применении на союзников, если ключок летит к нему с скоростью 1800. И крутится вокруг него. У дазла тоже вроде много всего. Но значительных изменений тут нет. У земли теперь добавлено улучшение от аганима шарда. Извлечивая героя под тройных моих существ, лечение составляет 60% от урона способности. Ну, такое себе, мне кажется, улучшение от Infernal Blade было получше. У дровки, крутое изменение шарда. Теперь, даже если к нам в плотную подойдут, у нас все равно будет работать ульта. Это здорово, если мы стоим, опять же, на этой возвышенности, созданной нами. Так, тут происходят какие-то небольшие переделки способностей. Уанча немного изменили. Теперь спойнк дает аганим шард, а тему с приручением теперь дает аганим скипетер. Просто местами поменяли. Унигмы теперь идолона создаются не из существа, просто сами по себе. Ну, наверное, прикольно. Хотя фармить, наверное, не будет сложнее, и на лайне меньше импакта. У Вайда изменили только два таланта. Тайм лок дэмэдж теперь на пятнадцатом. А, соответственно, на двадцатом теперь перезарядка, а тайм волка. Также осталась одна секунда, получается, по нерфили героя. Уокера. Кстати, как выглядит теперь сетка? Да, как и предполагал, теперь у нас тут одного героя не хватает, тут трех. Возможно, следующий герой как раз таки будет интеллектуалом. Опять. Тем не менее, является универсалом. Базовое восстановление здоровья увеличено. Базовый урон уменьшен. Прирост ловкости уменьшен. Базовый интеллект увеличен. Прирост интеллекта уменьшен. Урон на первом уровне уменьшен. Прирост урона за уровень увеличен. Бонус к силе за уровень способности уменьшен. Бонус больше не увеличивает восстановление здоровья. Теперь каждая сфера дает 2-8% вампиризма заклинаний от способности владельца. Значение фиксируется в момент применения способности, и его нельзя изменить, выбрав другие сферы позже. Это вампиризм способностями дает на грипов только 20% от силы и не действует урон от предметов. То есть если мы прожмем какой-нибудь торнадо, а потом поставим 3 кваса, потом прожмем торнадо, потом поставим что-любое, у нас будет зафиксированный именно тот вампиризм, который у нас был во время применения способности. Бонус к ловкости за уровень способности у векса уменьшен. Больше не увеличивает скорость атаки. Теперь каждая сфера уменьшает перезарядку способностей владельца на 1-7%, ну в общем-то так же как и у кваса, только тут перезарядка способностей, а у экзорта теперь каждая сфера увеличивает урон способностей. Ну а старые бафы в виде урона остались или нет? А нет, это все убрали. Перешафлили все сплы, точнее изменили, теперь каждая заморозка излечивает владельца, привлечет восстановление здоровья гост волк, намного больше. Длительность у торнадо увеличена, расход маны уменьшен, расход маны уменьшен у аллакрити, урон у сэндстрайк увеличен и расход маны у бласта уменьшен. Но локер я абсолютно не играю, так что сказать, что пульт в итоге не могу, но наверное что-то интересное. По-серьезным, как будто бы у нас вроде больше ничего особо не должно быть. Манна дрянь больше улела, не расходует манну из интересного. Вот у ландрыида очень много всего. Теперь медведь является универсальным крипом героем, у медведя нет базовых атрибутов и он не получает их с уровнем. Но атрибуты от эффектов или предметов действуют на него так же, как и на универсальных героев. Медведь не может получать опыт, но его здоровье и урон увеличиваются на 95 соответственно за каждый уровень владельца. Плюс-минус тоже было и раньше. И у медведей теперь свои улучшения от скипетра и шарда. Аганим позволяет медведю атаковать врагов на любом расстоянии от владельца и не умирать вместе с ним. Теперь значит у ландрыида будет другой аганим. А шарды дают активированную способность фетч. Только вот прикол в том, что он нифига не работает, если вы его купите на медведя, он у вас не активен. Но при этом если вы купите на ландруиде, ну а вы не можете просто на ландруиде купить второй шард. Сделано круто. Но должно работать так, что мы накладываем оцепенение и тащим к основному герою соответственно таргет, на который мы накинули этот самый эффект. В этот момент медведям нельзя управлять, если цель выбран дракт, он постепенно получает 300 урона. Медведь передвигается на 20% медленнее. Ну можно себе руны таскать или врагов, вроде забавно. Добавлено улучшение у скипетра теперь у самого друида. Герой разрывает связь с духом медведем и создает связь с выбранным союзным героем, наделяя его бонусами от этой способности 20 секунд. Вылечивает общую броню и дополнительную скорость такен 35, а урон нанесен одним героем, излечивая другого. На время этого эффекта по духу медведя накладывается страх, если столько у него тоже нет. Трепетра, перезарядка 40 секунд, расход маны 50. Интересно, как будто бы теперь ландруид немножечко саппорт, а true форма больше не увеличивает базовый интервал атак. Ну как будто бы, не знаю, чуть-чуть медведь саппорт на 10 к настал. У луны новое улучшение от шарда, применяя не создает в руку владельца 4 глеф, который 6 секунд вращается в радиусе 150 от него и уменьшает получаемый урона 20. Попав по врагу, впервые за оборот, глеф он уносит ему 75% в урон от атаки владельца, перезарядка 25 секунд, расход маны 25. Давайте тоже проверим к этому игре. Это что за герокоптер порезанный? В теории, в теории прикольно, но как будто бы ты не хочешь на луне особо дистанцию настолько сильно сокращать. Вся и дальность атаки у меня все равно небольшая. Форм тост теперь оглушает врагов на время полета, нельзя прожать БКБ пока тебя тосают, соответственно. Огнем шарду Марси уменьшает перезарядку ребаунда на 3 секунды за численное изменение у сеткика. Теперь эффект действует на владельца способности, и ее цель постоянно и развеивается только при смерти или применении на другого союзника. Кроме того, теперь вампиризм одного героя излечивает и другого. Получается типа как у медведя связка как раз таки. Если владелец способности и союзник находятся на расстоянии больше 250, то владелец получает лишь половину от бонусов, а союзник не имеет их вовсе. Марси как сап стала явно сильнее в связи с этим. Мампиризм уменьшен с 30, и 45 на конечном левеле до 25 на конечном левеле. Мампиризм от урона к репам на 40% меньше. Я хочу посмотреть как это выглядит. Типа если я просто его прожму, оно будет работать тканечно. Давать дополнительный урон в виде 48 единиц, да круто круто очку то изменение. Unleash больше не замедляет атаку башен, и талантные поменяли над нас на 25-м немножечко. Мипа разобрали, мне кажется, себя уже вдоль и поперек, это был как будто бы самый легкий юрой по изменениям в этом шифре с эмодзи. У морфа изменено агганимное улучшение. То есть либо мы жмем дефолтный морф и сами становимся тампларкой, жмем ее все кнопки, либо мы с этой новой функцией жмем кнопку, и у нас появляется копия героя, которая также может сжать все кнопки. Типа где-то из кустов нажимать и контролить, интересно, но сложно. У мэрты погибают в русских героях, в нем появляется дополнительный призрак, во время действия начинается заново. Прикольная способность, точнее прикольные изменения, но больше особо ничего нету. У наги базовая броня уменьшена на 1, спасибо, это крутое изменение, которое мы все ждали. У балнара теперь применение ульты, сбрасывает перезарядки всех остальных способностей. Ну, наверное, норм. Хотя, как будто бы и не особо нужно. Два первых сплайда, действительно, подряд. Никс, словно игрой в этом патче, отражаемый урона увеличен до 125, перезарядка изменена до 8, при этом уменьшили урона Твиндетты. Что? Аникса серьезно бафает после всего, что он вытворял. Интересно, очень интересное решение от Valve. 100 урона от ульты, вообще по собой чувствоваться не будут, когда он у тебя, тем более, теперь 60 секунд фиксировано действуется. Ищем еще кого-нибудь серьезного. Фантомки значительные изменения, но они не приведены, сейчас разберемся. Ну, в общем-то, теперь, если мы бьем таргет, я как полагаю, мы по КД заряжаем крит, он будет прокать. Не всем, кто понимает смысл изменений, но написано, что могут и подряд прокать, что-то очень, честно говоря, непонятное. Но, я полагаю, например, можем зарядить его. Если мы ударим другого героя, он прокнет, окей, но все равно странно. Урон у лансера от первого с половиной десятого левеля таланта уменьшен на 10 и на 15 уровне перезарядка на 0.5, грубо говоря, увеличена. У раззора добавлено улучшение от агнем шарта, увеличивает дальность применения на 150 и добавляет альтернативное применение способности, которое притягивает ее владельца и цель друг к другу со скоростью в 100. Пока связь действует, притягивание прекращается. А пока точнее связь действует, притягивание прекращается, если расстояние до цели становится меньше 175, не действует, не воспримечиваясь к эффектам врагов. Дополнительная скорость передвижения уменьшена на 5 по итогу. А прежнее улучшение от шарта стало постоянной частью способности. Окей, здорово. Рикки, мой любимый герой. Тут вроде изменений немного, но если так посмотреть, тут что-то очень тоже странное. На уровне Вокера и его статов базовая броня уменьшена на 2, базовый урон уменьшен на 14, прирост силы уменьшен с 2,6 до 2, базовая ловкость увеличена на целых 12 единиц и прирост ловкость увеличен на целую единичку. А Рикки, кто не знал, был чуть ли не самым слабым ловкачем по приросту ловкости. И при том, что ловкость вроде стала больше, но теперь урон за единственную ловкость уменьшен. Будто бы... Долком-то ничего не поменяется, но опять же, это надо смотреть на дистанции на играх. Самсторм теперь движется вместе с владельцем, это прикольно, наверное. Ну, как будто бы тоже очень неприятно, если играть против этого. У СФ базовая дальность атаки увеличена, урон при возвращении с аганим скипетра увеличен. Но все равно не думаю, что магический СФ станет актуален, как когда-то. Задержка перед снятием эффекта уменьшена с 0.5 до 0.01 секунды, а зачем она тогда вообще нужна? Бабка вроде тоже начала часто в миду появляться. Фиксированный урон от выстрела увеличен, расход мана увеличен. Уносит урон так, заменена на 3 цели лилл шедера. На 25-м теперь уносит 100% урон так. Ну, в общем-то, теперь, чтобы раскрыть полный потенциал бабки, нужно намного больше времени. У Снайперов, тоже помню, вроде у него изменения должны быть какие-то серьезные. Теперь по цели способности также совершается атака. Урон уменьшен с 325-110-700 до 250-300-350-350. Извиняюсь, ребят, заговариваюсь, время уже очень поздно. Теперь при разрядке способности сбрасывается, когда ее владельцы убивают уравского героя. Расход мана уменьшен. Учитывается убийство не только этой способности, а всеми способами, но все равно не очень-то уж и как будто бы круто. У спектры. Теперь Shadow Step теперь это ульт. Урон по иллюзии, длительность. Реалити теперь имеет перезарядку в 3 секунды. То есть нельзя шафлиться между иллюзиями. А Хаунд теперь у нас от способности Агним Скиппетра. И работает примерно как старый Хаунд, просто он теперь в Агним Скиппетра засунут. Ну не знаю, тоже такое себе. Ты вроде теперь сможешь чаще участвовать в файтах. Но все равно не особо, а на 80 секунд даже со сходу. Но при этом меньше импакта в файт будешь давать. Такое себе. Бары теперь. Плюс 17 шансов срабатывания баша заменено на плюс 25 урона от баша. В 25 урон заменен на плюс 20 шансов срабатывания баша. И в итоге теперь у нас баш будет 37%. Урон на уштарма ульты уменьшен. Применение от способности прерывает действия Димон Зила. А у Димон Зила теперь значительное изменение. Это обилка от Агонима. Больше не применяет на владельца развеивания. Дополнительная скорость саки при движении увеличена на 65 и 100. Больше не дает двойной бонус в ближнем бою. Теперь создает вокруг владельца ауру радиус М1200, дающий его иллюзием такой же эффект. Длительность увеличена с 7 до 300. Нет, это что-то другое. Это что-то другое. Это шарт, наверное, был у него. Теперь способность нельзя применить под действием метаморфозис. Применение метаморфозис или террор вейв прервет действие этой способности. Битейд Хантер новый спелл. В общем-то теперь микровага удалена. Но теперь мы можем кинуть пчела якорь, и он будет очень медленно двигаться, а при этом он может его сломать за 5 хитов. У кинкера уменьшили прирост силы, расход маны у ракеток увеличили, расход маны у реарма увеличили. У тени Гроу теперь также дает сопротивление замедлением. Теперь считает деревья, деревьями лозы от способности Nature's Grasp. То есть теперь в первом спеле мы будем бегать быстро. И можем там вынвисовать и в теории. Радиус поиска деревьев увеличена со 150 до 200. Утреляя теперь одновременно доступны оба топора, что как будто бы тоже не нужно казуаливание, при этом мы прожали на такой стиль моей переключимся, но как будто бы был смысл, потому что типа где-то переключить, кинуть то, что нужно, потом обратно и тому подобное, не знаю. Так, у Зевсач вроде бы должны быть какие-то более серьезные изменения. Вон тут все абсолютно не переведено. В эрке только таланты тронули. У Вивера шикучие. Шардом ремовнули, давайте почек. Как я понял, мы их просто типа отмечаем, когда мы отбежим, у нас кончится эффект. А мы должны быть в радиусе атаки еще где-то. Ну, такойся. Типа, конечно, здорово, что есть всякие изменения, но нужны ли они на самом-то деле? У Вичдоктор привез силы уменьшен. Ну, тоже серьезных изменений особо нету. У Зевса. Способность теперь имеет автокаст. Ульты уменьшены, но теперь урон, о, точнее, ульта наносит процентный урон. В общем-то, как-то так. Оставлю эту новость параллельно в описании, может кто-то захочет сам почитать. Что могу сказать, что, конечно, на здорово. Первое время будет весело в дот играть снова, но с учетом того, что у нас за год, грубо говоря, кроме 7.34, пока что ничего крутого не произошло, в доте действительно очень мало всего происходит. Это грустно. Вроде хотели почаще всякого контента нам завозить, новую фишку и тому подобное. Слушайте свое мнение в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до сих пор, пока.